Наша область начала работать над тем, чтобы с достоинством войти в ВТО. Посильная помощь от руководства региона нашим предпринимателям нужна для того, чтобы они смогли адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса. Покупатели должны знать свои права, чтобы не оказаться на больничной койке после покупки овощей и фруктов в городской торговой сети. Гранты для молодых сельских предпринимателей, которые хотят открыть свой бизнес на селе. Зачем и как уделять больше внимания к их проблемам, обсудили на областном патриотическом форуме сельской молодежи, который прошел в Актугайском районе. Социально-экономическое развитие нашей области движется вперед стабильно. Но есть ряд регионов, которым нужно подтянуть те или иные отрасли. Первым делом нужно научить наших предпринимателей быстро адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса. Открыть для этого курсы переобучения, а также своевременно информировать бизнес-сообщество об изменениях законодательства, происходящих во всех сферах экономики. Такое заявление сделал сегодня глава региона Нурмухамбет Абдибеков на расширенном заседании, посвященном итогам полугодия. На заседании в областном Акимате сегодня было очень оживленно. Здесь присутствуют Акимы и руководители разных управлений городов и районов нашего региона. Руководитель управления экономики и финансов Ольга Чернявская сообщила, что несмотря на экономическую нестабильность в мире, в экономике области сохраняется положительная динамика. В текущем году началось строительство школ в Караганде, Сатпаеве и Абайском районе. Около полутора тысяч семей получили новое жилье. Уровень инфляции составил 101,8%. Это в два раза меньше прошлогодних показателей. На 12% стало больше предпринимателей. Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса – 91 тысячи единиц. В рамках проводимых исследований Европейским банком реконструкции и развития потенциальных возможностей областей в рейтинге по индексу регионального потенциала наша область является одним из ведущих регионов по производству сложных продуктов и занимает четвёртое место. В ходе заседания Аким области особо остановился на вступлении Казахстана в ВТО. Для успешной работы необходимо провести переобучение наших предпринимателей. Глава региона дал поручение Акиму города Тимиртао проконтролировать выдачу задолженности заработной платы сотрудникам компании «Стройтек». Сейчас для этого нужно 37 миллионов тенге. Также стоит не упускать из виду дороги, в адрес которых неоднократно были нарекания по их ремонту. Необходимо отчитаться до 15 августа. Акиму города Сарани было поручено разобраться в ситуации с центральной котельней. Судя по отчёту, в этом городе есть проблемы и с трудоустройством граждан. Непростая. Мы это видим, знаем. Но это не является основанием для того, чтобы расслабиться. Наоборот, это является мощным фактором, стимулирующим для того, чтобы собраться. И в этих условиях как раз, во-первых, проявить себя как первый руководитель, свою смекалку, умение управлять ситуацией, держать её на контроле. Подводя итоги заседания, глава региона пожелал, чтобы год чиновники завершили, не сбавляя динамики и в таком же положительном ракурсе. Айам Амрина, Улжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Доход от четырёх видов налоговых отчислений сельских населённых пунктов и городов районного значения будет оставаться на контрольном счёте местных исполнительных органов. Об этом сегодня в ходе рабочего визита рассказал директор департамента региональной политики и развития местного самоуправления Министерства национальной экономики Санат Тунгушпеков. Вместе с ним обсудить развитие уровня местного самоуправления в шахтёрскую столицу приехал и депутат-машилиса парламента Рауан Шаекин. Какие именно виды налоговых обложений останутся для развития сельского региона, узнавала Айам Амрина. В зале областного филиала партии Нуратан сегодня собрались члены экспертной группы, руководства и сотрудники партии, заместители Акима области и гости из столицы. Депутат-машилиса парламента Рауан Шаекин и директор департамента региональной политики и развития местного самоуправления Министерства национальной экономики Санат Тунгушпеков приехали в шахтёрскую столицу специально. Их интересовал уровень развития местного самоуправления. По словам чиновников, в сельских населённых пунктах и городах районного значения планируется ввести самостоятельный бюджет. В текущем году запланировано ввести новый пункт дополнительного дохода в бюджет местных властей. Теперь деньги, поступающие от земельного, транспортного, индивидуального, подоходного и налога на недвижимость, будут оставаться на счету у местных Акиматов. Кроме того, на заседании обсуждались вопросы касательно полномочий граждан. Организаторы встречи ответили на вопросы, которые поступали через электронную связь. Так стало известно, что в скором времени заработает новый проект, нацеленный на повышение квалификации Акимов в плане реализации инновационных идей. Также будет уделяться больше внимания для тех, кто намерен начать работу по программе с дипломом в село. В целях дальнейшего развития местного самоуправления планируется утверждение состава уличных комитетов, составление планов работ местного сообщества. Также планируется принятие планов мероприятий по дальнейшему развитию сельского округа с учетом имеющихся финансовых возможностей на основе широкого осуждения местного сообщества. Теперь Акимам сельских округов и городов поручено самостоятельно отслеживать чистоту и первозданность окружающей среды своего района. Также по программе развития местного самоуправления до 2020 года выдвигать кандидатов на должности Акимов смогут сами жители. Аймамрина, Айден Жакан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Санитарно-эпидемиологическая служба области обнаружила превышение содержания нитратов плода овощной продукции на 7,2%. Областной департамент по защите прав потребителей и Карагандинский областной центр санитарно-эпидемиологической экспертизы провели акцию в районе имени Казбекби города Караганды по выявлению нитратной продукции и разъяснению населению их прав. В этот раз для проведения акции был выбран торговый дом «Корзина». За счет интенсивной рекламы его знает каждый карагандинец. Выездная лаборатория была развернута прямо в торговом зале. Каждый желающий мог проверить купленную продукцию на содержание нитратов. Лето. Каждому хочется набраться витаминов на зиму. Но всегда надо помнить о своих правах. У продавца должен быть сертификат качества, из которого можно узнать о продукте все и, главное, о его безопасности. Если продавец или поставщик этой продукции не имеет сертификата качества в соответствии данного товара требованиям нормативных правов вахтов, то на территории каждого рынка нашего района действуют аккредитованные лаборатории, которые могут провести такие исследования и выдать сертификаты в соответствии продукции по остаточному содержанию нитратов. Контроль за качеством плодовочной продукции проводится и в крупных, и в малых торговых точках. У диких продавцов, которые стоят по обочинам дорог, лучше не покупать. Их товар неизвестного происхождения. Даже в корзине из 157 штук случайно отобранной огородно-фруктовой продукции в 10 случаях обнаружено повышение нитратного содержания. Это выражается в процентном содержании как 6,5% опасное для здоровья продукции. Если взять по области, 17 июля у нас идет превышение 7,2%. Это получается из 2255 проб было 163 исследования с превышением нитрата. По проводимой работе, по акциям будут размещаться в средствах массовых информаций. Пик лета. Пик появления свежих овощей и фруктов. Не бросайтесь на них без оглядки. Помните, самое ценное у человека – это здоровье. Сначала сертификация ответствия, а уж потом покупка. Сергей Высокосов, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Областной патриотический форум сельской молодежи прошел в Актугайском районе. В ходе мероприятий были вручены гранты от Акима области на развитие и поддержку предпринимательства на селе. Всесторонняя поддержка молодежи сегодня является приоритетным направлением политического курса страны. По поручению претендента страны Советы по делам молодежи возглавили Акима областей, городов и районов. Во всех регионах области созданы центры молодежных инициатив. В Карагандинской области проведение форумов сельской молодежи уже стало традиционным. В этот раз форум проводится в 12-й раз. У римлян число 12 является самым счастливым числом, потому что число 12 делится на 6, 4, 3 и 2. Я желаю вам больших успехов. В ходе форума будущим бизнесменам вручили гранты Акима области на развитие и поддержку молодежного предпринимательства на селе. В Хожаровском районе поселок Ушакы выиграл грант Акима области 300 тысяч тенге. Эти деньги я потрачу на производство мини-завода по изготовлению тротуарной плитки, брусчатки. Основная цель форума – выявление и решение проблем сельской молодежи. Координация совместных действий исполнительных органов, неправительственных организаций в данном направлении. Проведение разъяснительной работы о мерах социальной поддержки молодых людей, проживающих на селе. Николай Кровец, Жаслав Макулбеков, Арман Нартаев. Первый. Карагандинский. Осторожно, жара. В связи с повышением температуры воздуха до 41 градуса, в первые дни августа в Карагандинской области объявлено штормовое предупреждение. Жара ожидается преимущественно на юге и западе области. Жаркая погода установится на территории нашей области в выходные дни. На юге и западе региона повышение температуры дойдет до 41 градуса и выше. В связи с этим Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает население быть благоразумными, не создавать ситуации, опасные для человеческой жизни. Напомним, с начала купального сезона в нашей области утонуло 16 человек, в том числе 4 ребенка. К тому же в лесных и степных массивах происходит возгорание зеленых насаждений. За всеми этими чрезвычайными событиями зачастую стоит человеческий фактор – людская обеспеченность и безалаберность. Населению рекомендуется быть очень бдительными, следить информацией за погодными условиями, не оставлять детей без присмотра, не допускать шалости с огнем детей и быть осторожным при купании на водоемах. Крупный пожар произошел в жилом пятиэтажном доме в центре города по улице Нуркена Абдирова, 30 дробь 2. Огонь полыхнул после обеда, пламя разрасталось с каждой минуты. Из квартир были эвакуированы десятки жителей. По предварительной версии, пожар начался на втором этаже в одной из квартир. Причина возгорания пока неизвестна. Пламя быстро набирало обороты. Дым поначалу закрывал видимость. Жильцы позвонили в единую службу спасения по номеру 112. Приехавшие на место происшествия спасатели выводили пожилых людей и детей. Их силами из огненного плена вызвали на 10 человек. В тушении огня было задействовано 26 человек. Было вылито около 4 автоцистерн с водой. К счастью, погибших и пострадавших нет. Сегодня в исправительном учреждении АК-159-5 настоящий праздник. Заключенные одеты в колпаки и поварские куртки, показали свои знания в приготовлении разных блюд. Так они сдают выпускные экзамены. Валерий Сёмин из натуральных продуктов сделал интересную картину. Для этого применил макароны, фасоль и орехи. Вот такая получилась картина. Когда я не занимался этим, вот получилась такая картинка, аквариум. Всё раскрасили и за неё дали первое место мне. Начиная с 2003 года на базе Абайского и Топарского многопрофильного колледжа в течение 12 лет осужденные получают порядка 16 специальностей, среди которых плотник, фрезеровщик, повар и другие профессии. Всем выдаётся свидетельство об окончании образования. Новые специальности помогут им определиться с выбором профессии, когда они окажутся на свободе. Помимо теории, здесь у нас на базе нашей столовой получают практику и на базе промышленно-зонного учреждения, то есть РГПН Бекараганда, они закрепляют практически свою теорию, которую получают. На сегодняшний день многие осужденные имеют большие сроки заключения. Но уже скоро они выйдут на свободу и смогут воспользоваться полученными специальностями, востребованные на рынке труда. Николай Кровец, Жаслав Макулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Одним из пунктов реализации реформ, предложенные президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, является обеспечение верховенства закона. Он включает в себя оптимизацию судебной системы для упрощения доступа граждан к правосудию и к ужесточению квалификационных требований, механизмов отбора кандидатов на судейские должности. В этом плане еще разрабатываются предложения. Это обязательная норма пятилетнего стажа участия в судебных процессах. То есть лица, которые желают стать судьями, должны сдать специальные тесты. Они подтвердят их знания и умение вести судебные тяжбы. Кандидаты в суди будут проходить стажировку в судах с выплатой стипендии. После завершения пятигодичной стажировки судей они будут проходить годичный испытательный период. Выделяется институт правосудия и структуры академико-старственного управления в целях усиления взаимосвязи обучения и судебной практики. Данный институт будет функционировать при верховном суде и обеспечить повышение квалификаций действующих судей на регулярной основе. Сегодня состоялось заседание комиссии партийного контроля при областном филиале партии Нур-Отан. Вопрос стоял один о целевом и эффективном использовании средств, выделяемых из Национального фонда. Основной целью Национального фонда является сбережение финансовых ресурсов посредством формирования накоплений для будущих поколений и снижение зависимости республиканского бюджета от ситуации на мировых сырьевых рынках. Соответственно, функциями Национального фонда являются сберегательные и стабилизационные. На реализацию программы Нур-Лыжол планируется направить средства Национального фонда Республики Казахстан. В 2015 году 796 миллиардов тенге, в 2016 – 379 миллиардов тенге. Первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Марат Кусаинов отметил, что реализация программы Нур-Лыжол обеспечит в 2019 году рост ВВП на 15,7% к 2014 году. За период реализации программы в 2015-2019 годы будет создано 395 тысяч рабочих мест. Активы Национального фонда Казахстана под конец мая составили 69,024 тысячных миллиарда долларов США, снизившись за месяц на 1,3%, что связано с выделением средств в рамках программы Нур-Лыжол. Эффективность использования средств, выделяемых из Национального фонда, стоит на первом плане среди партийцев. Председатель партии возложил на нас, на областные территориальные филиалы партии, на местах отслеживать именно поток этих средств, их рациональное использование и, естественно, контроль за качеством объектов. Вы знаете о том, что у нас при депутатских фразах в Маслехатах как области, так и городов и районов созданы комиссии по четырем направлениям. Это такие направления, как развитие социальной инфраструктуры, развитие транспортной логистики, модернизация ЖКХ, строительство. Сергей Высокосов, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Увидимся в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин